ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Екатерина участвует в фестивале-конкурсе «Серебряная олень» уже в шестой раз. Она занимается в Лесногородской школе искусств и очень любит сцену. Мне очень нравится этот фестиваль, мне очень нравится администрация, жюри. Очень хороший конкурс, очень приятная и уютная атмосфера. И действительно, здесь очень уютно и по-домашнему тепло. Поддерживают каждого участника конкурса. «Серебряный олень» – это фестиваль достижений. Возможность оценить уровень мастерства коллектива, участника и наставника. Очень много талантливых ребят. Особенно мне нравятся маленькие, совсем маленькие дети, которые, я бы сказал так, только делают первые шаги в творчестве. Но очень это здорово, очень получается. Поэтому после того, как проходит конкурс, все члены жюри собираются. И, я бы сказал, бывает до драки спорят, кому же все-таки нужно дать гран-при или же первую премию. Мнения зачастую разные, но в конечном итоге побеждает творчество. В этот раз на конкурсе в культурно-досуговом центре Назаревский представлены три номинации – академический и народный вокал, а также исполнение православной духовной музыки. Оценивает исполнители компетентное жюри. В их числе – народные артисты и заслуженный работник культуры России, преподаватели и благочины Одинцовского округа. Организатором традиционно стал окружной комитет по культуре. Важно, что победители не только этой номинации, но и всех номинаций фестиваля «Серебряный олень» получают возможность участвовать в больших программах и продемонстрировать свое мастерство на лучших площадках Одинцовского городского округа. А теперь еще и в рамках программы смогут принимать участие в концертных программах и на территории Московской области. Заключительный конкурсный этап 23-го фестиваля детского и юношеского творчества «Серебряный олень» состоится 11 марта. В культурно-досуговом центре Назаревский свои достижения представят певцы в номинациях «Эстрадный и джазовый вокал». А на 1 апреля запланирован гала-концерт лучших артистов в Заречии. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.